В Международный день семьи 15 мая в городском Доме культуры прошел фестиваль замещающих семей. Он уже стал традиционным, но в этом году впервые объединил большое число участников семей, усыновивших детей, семей опекунов и попечителей. Тех, кто принял на воспитание ребенка, чтобы окружить его теплотой и заботой. С подробностями наши корреспонденты. Счастье всегда приходит с любовью. И если человек познает это чувство с детства в семье, то непременно он пронесет его через всю свою жизнь. Но, к сожалению, иногда так случается, что ребенок теряет близких и остается совсем один. Восполнить пустоту, вернуть утраченную любовь детям, оставшимся без попечения родителей, помогают люди, чьи сердца способны одарить теплом и заботой. Замещающие семьи. Они и стали главными героями районного фестиваля. Только добротой сердец, этот не согреть мы сможем с вами. Только добротой сердец, добрыми делами и словами. На сегодняшний день в нашем районе 200 семей, в которых нашли любящих родителей, заботу и доброту, 375 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Труд каждого приемного родителя очень нелегок, поскольку дети, оставшиеся без любви и ласки отца и матери, столкнулись с испытанием, так или иначе сказавшимся на их мировоззрении. Вновь вернуть ребенку радость жизни – самая главная задача семьи, решившей стать родной для этих детей. Один из гостей на празднике – председатель районного совета Григорий Литовко. Мы сегодня собрались в формате семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это люди особенные, это с огромной душой, с огромным сердцем. Наверное, вы лучше меня знаете, что такое воспитывать ребенка-сироту. Сохранить крепкие семейные узы, любить друг друга, быть верным – это то, чему всегда учила церковь. Праздник, день семьи, в каждого человека, он живет в его сердце, потому что каждый имеет семью. Ведь Бог определил человеку иметь семью. Семья – это то место, где уютно и спокойно, где всегда поймут и поддержат, помогут решить проблемы и искренне разделят радость. Особенно это важно для детей. У четырю даковых их шесть, трое из них – приемные. Уже восемь лет они у нас в семье. Один ребеночек инвалид у нас. Ну, справляемся потихоньку. Внуки уже есть, старшие дети уже взрослые, уже трое внуков у нас. Поэтому у нас семья – это самое-самое главное. Как для каждого человека, наверное. Мама, папа, детки, бабушки, дедушки. Счастлив тот, кто счастлив в своей семье, в своем доме, так сказал один великий писатель. В семье Рудаковых царит доброта и любовь. Для Михаила, Светлана и Валерий за восемь лет стали по-настоящему родными. Семья – это вот как тыл, знаете, надёжно, что всегда защитит, всегда поможет. Любыми трудностями справишься сам со всеми. Дети, воспитанные в замещающих семьях, подарили зрителям настоящий праздник. Они пели, танцевали, читали стихи. На фестивале благодарственные письма вручили всем, кто придерживает сомнения. Ребёнку нужна семья. Ведь одному человеку трудно. Только семья всегда поймёт и придаст сил. С родными легче идти по непростой дороге жизни. И если кто-то подаёт руку помощи одиноким, то можно сказать, что эти люди совершают великое дело. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».